А сейчас переходим к еще одной теме. Это довольно серьезная тема, связана она с принудительной депортацией украинских детей-сирот на российскую территорию. Теперь это проводилось довольно массированно. Сегодня речь идет о приблизительно двух тысячах маленьких украинцах, которые силой удерживаются вне границ украинского государства. К нашему эфиру присоединяется журналист общественно-политического издания «Верстка» Анна Рыжкова. Анна, приветствуем вас. Здравствуйте, Анна. Вот вы недавно статью написали, которая называется «Мама, мы скоро будем» для этого издания, о котором Владимир сказал. И выясняли там судьбу детей, которых вывезли из Украины. Расскажите, возможно, нам какой-то пример, который показывает зрителю, насколько вообще несправедливы эти события, которые происходят. И сколько происходят они против воли самого ребенка, чтобы мы понимали, о чем речь. Да, я должна сказать, что мы стали обращать внимание на разные заявления украинских политиков и также людей в ООН о том, что детей-сирот с территории Украины перевезли на территорию России. И мы просто попытались узнать, что происходит хотя бы с частью этих детей. И нам удалось подтвердить, что около 400 детей-сирот сейчас находятся в Ростовской области, в Таганроге, в спортивно-оздоровительном центре «Ромашка». И также мы знаем, что 27 детей сейчас в Московской области, и они живут уже во временных приемных семьях. Как их туда вывезли, можете сказать в двух словах? Вот как, вот, может, на примере какой-то частной истории, вот как случилось, есть ли у этого ребенка родители, и как он оказался вообще не в своей стране? Ну, я должна сказать, что сложно восстановить эти истории досконально. Мы знаем, что по официальной информации, где-то 250 детей были вывезены в конце февраля на территорию Ростовской области. И здесь речь идет о детях-сиротах, которые официальные сироты. То есть они воспитанники интернатов, но, насколько я понимаю, например, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко убежден в том, что в том же самом спортивно-оздоровительном центре живут так называемые неофициальные сироты. То есть это дети, которые потеряли родителей во время боевых действий. Это дети, которые не понимают, где находятся их родственники. И именно по этой причине мы не знаем фамилий этих детей, мы не знаем каких-либо точных данных о них, потому что никто не может запросить. Но у властей Ростовской области нам не удалось подтвердить информацию, что такие дети тоже находятся в этом спортивно-оздоровительном центре. То есть на ваши запросы официальные власти Российской Федерации абсолютно легко отвечают, да, даже несмотря на то, что контекст этих запросов довольно понятен. Их военные преступления. Да, это действительно так. И, например, уполномоченная по правам ребенка в Московской области довольно подробно нам рассказала о том, как детей из Ростовской области везли в Московскую область, где их на перроне буквально встречали семьи, которые согласились их временно принять к себе домой. Вот, она также сказала, что, ну, тут речь идет о детях из Донецка, что многие из этих детей мечтали попасть в семью, и что, несмотря на, цитата, военный синдром у этих детей, ну, типа, все очень стараются, чтобы они чувствовали себя комфортно. Они сейчас посещают разные кружки, спортивные секции и, в общем-то, живут в семьях. Это вот 27 человек. Мы также знаем, что 30 мая Путин подписал указ об ускоренной процедуре получения гражданства для детей. Сейчас цитаты тоже из ДНР, ЛНР или Украины. И мы понимаем, что сейчас нет никаких юридических оснований для того, чтобы этих детей могли официально усыновить. Но мы не знаем, как будет действовать Россия, как только часть этих детей действительно станут, да, по, как бы, по российским законам гражданами России. Анна, зачем они это делают? У вас есть какое-то понимание? Ну, ведь это фактически воровство детей. Ну, а как это иначе оценивать? Они же могли попасть на территорию Украины, но у них просто забрали эту возможность или как? Ну, мне сложно рассуждать, зачем это происходит. Я могу только комментировать, как это преподносится. То есть преподносится это как спасение, как эвакуация этих детей. И что сейчас... Да, уничтожение их домов, а потом их спасение, да. То есть логика понятна. Ну, логика действительно очень странная. И, наверное, если бы нас эта проблема так сильно не тронула, мы бы не стали так долго ее расследовать и писать в этом большой материал. Потому что, как мы понимаем, это международный контекст. Ну, то есть это проблема, которая обсуждается на международном уровне. Но хочу сказать, что на мое удивление можно даже найти сейчас на российских телеканалах репортажи о том, как этих детей спасают. Это репортажи, где видны лица этих детей. Вот, где, не знаю, им по видеосвязи показывают взрослых, которые их сейчас примут в семьи. И говорят, помаши рукой, типа, скажи, мама, мы скоро будем. Вот. Да, спасибо, во-первых, огромное за сам материал, который вы подготовили. Уверен, что он может повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону и возвращение украинских детей к себе на родину. Но возникает резонный вопрос. А как вообще подобные материалы могут появляться на свет? То есть как сегодня независимым СМИ работается в условиях тотальной цензуры? Ну, я могу говорить только о своих коллегах. Да, будьте добры. Большая часть из них, конечно, находится не в России. И я нахожусь не в России. Ну, мы просто стараемся выполнять свою работу. Мы делаем все так, как должны делать независимые журналисты. Мы стараемся получать все официальные комментарии от властей, насколько это возможно. Кто-то идет на контакт, кто-то нет. Кто-то отвечает на вопросы неделями, чтобы не ответить в итоге ни на один вопрос. В общем-то, главное просто делать свою работу, чем мы и занимаемся. И поэтому мы стараемся привлекать максимальное внимание к материалам, которые у нас сейчас выходят. Потому что мы не знаем, сколько у нас времени. Вот, например, наша медиа уже заблокировала Роскомнадзор. И не все могут читать его сейчас на территории России, к сожалению. Но вы уже инагент, я правильно понимаю? Или еще нет? Нет, мы не иностранные агенты. Ну да, там же новая версия этого закона. Она с 1 декабря будет действовать. О том, что все лица, если я не ошибаюсь, даже которые не получают финансирование иностранное, но якобы попали под западное влияние, будут считаться инагентами. Скажите, а вот какая перспектива у того, чем вы занимаетесь? Можно ли в России как-то донести эту информацию? Вот как вы это видите? Или, ну вообще, давайте так, какую реакцию от общества внутри России вы получаете на свой материал? Они верят вам или считают вас, не знаю, там, пособниками нацистов, возможно, просто грантоедами, соросятами? Вот как сейчас модно говорить? Ну, наши медиа существуют около двух месяцев. И за это время нам, к счастью, удалось набрать довольно-таки широкую аудиторию. Мы видим очень активный отклик на материалы и на расследования, которые мы публикуем. И это, конечно, не может не радовать. То есть мы получаем сотни комментариев. Очень многие независимые медиа нас поддерживают так, как и мы стараемся поддерживать сейчас независимые медиапроекты. То же самое происходит и с иностранными медиа. То есть некоторые наши тексты переводятся на другие языки, чтобы больше людей могли их прочитать. Вот поэтому о перспективах говорить сложно, но мы стараемся делать максимум, пока у нас есть такая возможность. И пока у нас есть время, пока нас читают. Анна, спасибо большое и успехов. Успехов в вашем нелегком труде. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.